Теперь осталось зайти на любой сервер Блок Раши, лично у меня это Черри, захожу на него и вот всё работает, буквально пару секунд и я уже на Блок Раши. Дверь с ноги, как говорится, крейт вещает и сегодня я вам расскажу о том, как быстро заходить на любой сервер Блок Раши, потому что это большая проблема среди игроков. Люди хотят заходить на Блок Раши быстрее, а не тратить 3 часа сидя в очереди, поэтому сегодня я вам постараюсь помочь. А чтобы у тебя всё точно получилось, смотри видеоролик до самого конца. Я уже неоднократно записывал видосы на тему того, как быстро зайти на сервера Блок Раши, потому что это реальная проблема и всё время что-то меняется, и в итоге проблема не решается, ведь гораздо больше желающих, чем свободных мест на серверах. Сейчас поговорим конкретно о актуальном. В общем-то 4-5 дней назад вышло третье зимнее обновление на Блок Раши, где добавили у нас зимний Блок Пасс. И всё вроде классно, круто, интересно, но у игроков почему-то зачастились вылеты. У некоторых игроков они были частенько, возможно постоянно, но теперь вылеты застали очень большое количество игроков. Лично меня это не касалось, ну то есть конкретно на моём устройстве таких проблем нет, но я решил зайти на Блок Раши с планшета, и буквально через 20 минут игры у меня вылетело, а потом когда я перезашёл, у меня залагала картинка, ну и тоже надо было перезаходить в игру и ждать по новой очереди. И если же вы хотите избавиться от системных багов, лагов, каких-то крашей, вылетов с Блок Раши, то прямо сейчас меня очень внимательно послушайте. Всё дело в устаревшем клиенте, который стоит прямо у вас на устройстве. Очень часто, когда мы заходим в игру, у нас скачивается порядка 60-70 мегабайт определённого файла, это новый клиент, но случается какая-то неполадка, и почему-то он не устанавливается. Он загружается на устройство, но он не устанавливается. Это проблема, из-за которой потом вследствие у вас может вылететь игра в несоответствии каких-то там файлов на сервере и у вас на телефоне. Поэтому, чтобы у вас не было ошибок, прямо сейчас нужно спуститься в описании и по первой ссылке перейти на официальный сайт Блок Раши, где вы сможете скачать самую новую версию Блок Раши, которая будет идеально соответствовать той, которая на серверах. Короче, это самый лёгкий лайфхак, как починить свою Блок Рашу быстро. Да, это не навсегда, до первого обновления, но вы можете повторять все эти действия снова и снова, и в итоге у вас не будет ни крашей, ни вылетов, и жизнь будет шоколадкой. Я это проверил на своём примере, вот у меня крашила и вылетала на планшете, а сейчас я переустановил клиент и спокойно записываю это видео, а мог бы продолжать мучиться от вылетов каждые 10 минут. И ладно, когда у вас есть фастконнект и вы имеете возможность чуть быстрее зайти, да, это не за одну секунду, в час пик можно просидеть и минут 20 даже с фастконнектом, но это гораздо быстрее, чем обычные игроки заходят, ведь к фастконнекту имеет доступ, ну, 1% игроков, это админы и лидеры всех серверов Блок Раш, и все остальные не имеют такой возможности официально. Остальные же игроки с фастконнектом, это те одиночки, которые купили фастконнект в каких-то приватных магазинах, или же получили какой-то слив, и казалось бы, что это очень рисковые игроки, ведь их скоро-скоро забанят, но нет, Сандер Клиган, это спецадмин всех серверов, сказал, что администраторы и техадмины не имеют права блокировать игроков за использование фастконнекта, хотя раньше вполне могли тебя забанить за использование ФК, очень много игроков отлетало по этой причине, но сейчас такого нет, однако, уточнение в том, что если же вы потеряете аккаунт, ну, то есть логин и пароль, от вашего аккаунта кто-то узнает и этим воспользуется, то есть, возможно, продаст на какой-то бирже ваш аккаунт, то администрация за эти действия ответственности не несет, ведь она вас предупредила, что посторонний ПО вполне может содержать в себе вирусы, ну, и стилеры, которые считывают данные, возможно, даже не только с Блок Раши, а с всего вашего телефона, поэтому скачивание фастконнекта, это очень опасно. То есть, единственный официальный и от этого безопасный способ получить фастконнект на Блок Раши, это стать лидером, администратором, модератором, техадмином на любом из серверов Блок Раши. Это все, что нам могут разработчики предложить на данный момент, и, казалось бы, кто-то может предложить, да дайте же вы всем фастконнект, чтобы все заходили на Блок Раши быстро, но, ребятушки, не все так просто. Если же у каждого игрока будет фастконнект, то ничего не изменится. Никто не сможет заходить на Блок Раши быстро, потому что если у всех будет фастконнект, то все будут стараться подключаться быстро, но от этого мест больше не станет. А вообще, все, чем могут нам разработчики помочь на данный момент заходить быстро на Блок Раши, это просто создавать все новые и новые сервера, которые будут брать на себя часть игроков и, в целом, немножечко растаскивать очередь. Я понимаю, что не все хотят терять свой прогресс на каком-нибудь старом сервере и переходить на новый, но это единственный ключ к тому, чтобы играть комфортно на Блок Раше, поэтому здесь уже нужно решать, что важнее. А что касается лайфхака, конкретно, как быстро заходить на Блок Рашу, то я могу вам предложить играть, например, перед школой, то есть в 7.00 по МСК, например, в 6.00 по МСК, то есть вставать пораньше и заходить за одну секунду. То есть очереди нет, пика онлайна точно нет, и вы спокойно зайдете на сервер, отыграете там полчасика, часик, и все, во время вечера, когда будет все забито по фулу, вам уже не нужно будет, например, играть, ведь вы уже поиграли утром. Это лайфхак для тех, кто экономит время и не хочет сидеть в очереди без всяких фаст-коннектов. Короче, после каждого обновления нужно переустанавливать клиент Блок Раше на самую новую версию, чтобы ничего не крашило, не лагало. Далее нужно играть рано утром, чтобы не было очередей у вас, да, чтобы вы могли спокойно себе играть. Ну и, конечно же, в будущем залетать на открытие новых серверов и оставаться там, развиваться, ведь на новых серверах куда легче подняться. Ну и, конечно же, в будущем не будет таких больших очередей на серверах. Этим вы поможете другим игрокам Блок Раше. А для вас, как всегда, с Трелл Сакрейт, еще услышимся, ребятушки, пока-пока. Трелл Сакрейт